давай вопрос ну да он размазан по всей системе до нет нет говорят что я я химию не очень хорошо знаю но то что я читала до того что сейчас не перебивай пожалуйста то что я знаю то что он и химические стоки то есть химические там кинта кислотами чем что то есть прицепиться к его своим свободным электрончиком и оторвать их вместе с ним все постойной порвать не получается на химические стоки как это почему так происходит я не смогу объяснить нет она возле вот экранчик он на воздухе ничего с ним случайно не случается это графен а под ним сенсорный экран ну то есть обычные круто круто да 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 есть вот атомы водородов цепляют атомы кислорода и группу аж надо то что легко к нему прицепить но больше всего понравится ну то что я читала атомы водородов в этом как-то уже хорошо продвинулись может быть я просто видел статьи которых с атомы водорода хорошо продвинулись но и он даже получила свое собственное название называется графон такие материалы это делается просто ради того чтобы посмотреть будет существовать или нет с какой-то целью с целью чтобы получить щель если на щели мы на этом можем делать уже приборы обычные полупроводниковые да я кстати не знал он прозрачен он прозрачен и его прозрачность там 95 процентов но как это относится вот к радиационному диапазону не очень плотно не но то что плотно это само но это все лишь один маленький слой 95 процентов излучения проходит он по уму чуть чуть больше инфракрасного задерживает вот лучше даже отражает инфракрасное чуть-чуть а вот то что там ниже частоты радио я не знаю честно сейчас мы буквально вот это вот тут 75 сантиметров получили пять лет назад 2010 год как раз перед тем как была дана нобелевка сложность том что это экспериментальные установки то есть это стоит ты можешь это получать сделать это производство наладить так чтобы это было массово то есть если ты хочешь сделать себе там пять километров как там 100 квадратных метров у тебя там завод хочешь сделать там 120 ты чуть-чуть там добавляешь и ты можешь увеличить масштабировать производство вот это еще не налажено то есть разработали много разных методик как его получать пытаться сейчас сделать так чтобы это были масштабируемые методики ты мог просто сделать завод который будет это производить да а с чего его получают именно пера обработка именно графита там другие методики графит не трогают потому что это слишком ну это надо просто скотчем сидеть играться на и так называемые химические методы таких основных два которые которые я разобралась которые не понравились первое это осаждение из метана метана это газ c4 c4 если он нагреть до высокой температуры он разлагается на углерод ну и водород и углерод осаждается то на ту подложку которую тебе есть и если правильно наладить процесс будут ослаждаться именно монослой графена второй метод это карбид углерод карбид кремния так кремний и ну c то есть углерод если его нагревать в общем пластинку этого карбидокремния его нагревать то на поверхности связи начнут распадаться будут образовываться углерод отдельно кремния отдельно для кремния это очень большая температура начнет испаряться просто вылетать углерод оставаться и укладываться тоже вот эти шестигранники то есть тонкий слой а вот мне методы отделения это уже там тоже всякие полимерные пленки вот эта технология по 75 и не знаю как именно не напылили на не зеленая скорее всего через углерод ну через металл они напылили на медную фольгу тонкий слой углерода в общем графена предложили полимерную пленку она прилипла к ней на валиком покатали то есть специально такая машинка интересно ну как как в общем валик белье высушивает только потехнологичнее при ну прижали потом определенными методами растворили туда фольгу кита кислотами растворили эту медную фольгу у них осталось полимерная пленка и графен потом они сверху предложили нужный им слой то есть сенсорный который нужно другими методами растворили это поле лишнюю полимерную пленку и них уже осталось сенсорный экран покрыта слоем графена то есть вот несколько таких этапов меняется если мы берем тонкую пластин тонкую ленту то зависит от зависит от того как она тонко нас отменяется зонная структура нас появляется щели после был полументалом становится полупроводником это в общем-то очень сильно меняется да вот да я думаю да либо с об этом я не читала такого ну наверно может быть да да получается графин можно получить все что содержит углерод сведения нет это зависит просто с вот этом сметанам c h4 там там такая хитрость что есть если будут другие температуры то у нас графит будут скоро он будет скомкуваться и получаться графит несколько слоев то есть это да и очень поэтому долго не могли получить все пробовали пробовали в конце концов подобрали как сделать не совсем и честно не буду отвечать на этот вопрос потому что я не люблю электротехнику вот там да вот человек есть нет проще делать на на трубке без графена там будет действия технологии когда на на трубке разворачивают графен просто когда пытались сделать графен первые там скажем варианты получается на трубке хотели графен получаясь на на трубке вот и все дальше ну да там ну то что я читала на подложку именно ослезает этот углерод шестигранники и нет никаких концов он сразу ослезает вот этими шестигранниками то есть тонкий слой конечно это есть может быть нему что-то прилепливается но я не знаю да нет да ну 4 килограмма на один атомный слой это невероятно это намного это вообще на это один атомный слой выдержать 4 килограмма для одного атомного слой это невероятная прочность то есть его даже делали так делали ну небольшой вообще небольшой небольшой кусочек этого графена и тыкали специальной иголкой даже как-то создавали ну такую силой тыкали как будто бы пулю пуля стреляет ну в общем не пробили да теоретически можно но для этого нужно сделать идеальный с большой слой графена это немножко другая проблема потому что тут можно сделать вот из этих кусочков они там не будут дефекты то есть дырки там где нам не нужны всякие это будет уменьшать его прочность для вот там для электроники сойдет а чтобы сделать что-то такое типа одежды которая будет ни пуля не пробиваема это не покатит поэтому надо тем еще будет работать еще интересные какие-нибудь военные уже забили по данным чтобы делать всяческие крепкие штуки я думаю над этим работают потому что сделать даже обычную броню на которую нанести так слоем графена если она будет прочнее или какой-то суп сейчас супер вертолет у которого будут легкие крылья легкие общий каркас все легкая а ну при этом прочная в основном покрыта графена ты же думаю работает есть он миллиард евро выделили где-то еще выделили поэтому работает существуют какие-то эксперименты чтобы презервативы покрывать я я решила такое натыкалась на какие-то статьи но я специально это область не это не исследовала потрачу сказать не могу да да просто вирус очень большие прилипляться он скорее всего не будет потому что он химически нейтрален для того чтобы прилипляться это надо быть химически агрессивным типа как свободно атом кислорода который чему всему цепляется но вот я читал одну статью в такую общую которую под панику нагнетала еще не только минут не получили только начали когда производить а уже панику раздувают и там единственное что они смогли найти вот такое вредное то что он все-таки химически устойчив если такие маленькие графеновые чешуйки будут наверх плавать где-нибудь они могут повреждать утреню как бы острые прочные могут повреждать нам живые клетки какие-то причем для человеческого тела это вообще никак не говорилось говорилось что это будет вредно для платона там в морях океанах для этого из него можно но лучше используя на трубке но это видела одну статью когда его связывали просто несколько слоев графена скручивали и делали узелок и это получалось еще прочнее то есть это когда-нибудь на такое тоже можно было сделать ну да я не знаю насколько она будет прочно будет ли из него опыта его во первых его используют как слой но обычно прозрачный для светодиодов и с другой стороны есть разработки когда его используют именно как светодиод но я не сильно разобралась почему он излучает там делать определенной ширины в этом она на ленту прозрачный экран на котором что-то появляется но есть такие изучают его свойства он излучает то есть как-то как светодиод но я не могу подробнее сказать